Аврора на линии продолжается. Приветствуем всех вновь подключившихся зрителей и слушателей. Напоминаю, что Аврору можно смотреть на целом ряде площадок. Ссылки в описании к этому видео. Там же в описании кнопка помощи Авроре. Это вообще всегда актуально. И у нас новые гости. Роман Романов, политический стример, автор телеграм-канала «Шестой день». Приветствую, Роман. И Владимир Глотов, еще один представитель КПРФ в нашем эфире, секретарь Красногорского горкома Коммунистической партии и депутат Красногорского совета депутатов. Добрый вечер. Кстати говоря, вы вот недавно посещали Кубу прямо перед энергетическим кризисом. Прямо во время урагана энергетического кризиса. Читаю, думаю, повезло, что до этого уехали. А мы вернемся к нашим делам. И я обратил внимание на просто возмутительный по своему смыслу пост как раз у Романа в телеграм-канале. Он касается ипотек. Если верить публикациям из-за открытых источников, то разница в первоначальном взносе для коренных жителей России и для иностранных граждан составляет 10% в пользу иностранных граждан. То есть это какая-то антисоциальная политика. Может быть это фейк на самом деле, распространяют его противники миграции? Вообще в принципе все вокруг фейка и обмана. Мы должны разгадать этот фейк и обман. Но на практике, если зайти в приложение Сбербанка и посмотреть на их рекламные кампании, то все подтверждается в принципе. Там еще такая значительная деталь есть, что потолок выдаваемой ипотеки тоже отличается коренным. То есть гражданам Российской Федерации это 30 миллионов, а мигрантам предлагается 100 миллионов рублей. Итого получается, можно и недвижимость большую приобрести, и денег как бы платить изначально нужно поменьше. Плюс очень вероятно, что государство предлагает еще дополнительные преференции. Но это надо смотреть уже в принципе, изучая какие-то детали кредитования. В чем смысл? Если мы приглядимся к последним политическим и социальным тенденциям в стране, то сложится в принципе достаточно явное впечатление, что государство как будто бы, причем конкретные чиновники и политики, они разочаровались в собственном народе. Такое впечатление, что они смотрят на русских людей и думают, ну что мы с ними будем возиться? Вот мы не сварим никакой каши из топора, не получим статус сверхдержавы, Рожать не хотят, жертвовать собой не хотят, не хотят идти вперед в авангарде этой новой революции многополярного мира или еще чего-то в этом роде. Поэтому нужно создать некую новую нацию, некий новый народ. Нужно понимать, что такие философские тенденции, они существовали в принципе и раньше, среди там какой-то российской такой академической аристократии. Можно вспомнить и Дугина с его евразийством, когда окружение Дугина в принципе начало в свое время говорить, что знаете, вот русский народ как будто бы затихает, исчезает, пассионарность спадает со ссылкой на Гумилева, они естественно так говорили, и нам нужна новая евразийская нация со своими новыми аспектами, со своей пассионарностью и силой. И чтобы получить эту пассионарность, нужно создать новый народ. Откуда возникнет новый народ? Мы должны растворить коренную нацию вот в этом плавильном котле соседних наций, а русских в России слишком много, их наверное процентов 80-85, даже 90, если верить разной статистике. Получается, надо завести откуда-то, а завести откуда? Естественно, ближнее зарубежье, и при том такое ближнее зарубежье, у которого уровень жизни гораздо ниже, чем на территории Российской Федерации, потому что других способов стимулирования этого завоза нету. И вот получается удивительная вещь. Сегодня буквально слушаю Марию Захарову, какой-то опять она брифинг там организовала, и говорит, Европа загибается. Мигранты приезжают, растворяют вот этот европейский субэтнос внутри себя. Европа перестает быть Европой. Включаешь первый канал, ужас, традиционные ценности потеряны, какие-то основания традиционализма исчезли. Включаешь Соловьева и прочих персон, типа того же Киселева, та же самая шарманка. Но при этом, если мы взглянем на Российскую Федерацию, у нас же проводится ровно та же самая политика, замещающая миграции, причем с конкретными целями. Если у европейцев это условно затыкание демографических дыр, у нас это не только затыкание демографических дыр, но и создание вот этого нового человека, который нас должен повести в некое новое будущее. Но проблема таких стратегий заключается в том, что они изначально не работают. Если народы рождаются, они рождаются внутри себя, внизу. А когда вы сверху это пытаетесь делать, обычно это все приводит к внутренним конфликтам, противоречиям, вспышкам этнической преступности. Более того, пошли очень странные новости в последнее время о том, что появилась реакция снизу у людей. Недавно было сообщение, что в Новосибирске подростки взялись за ножи и атаковали одного из выходцев из ближнего зарубежья. Недавняя новость из, насколько я помню, Подмосковья. Мужчина приходит, собственно, с канистрой в хостел, в котором живут мигранты, и устраивает там пожар. Мы, естественно, криминал. Мы не одобряем такого. Естественно, нужно понимать, что это является следствием провальной и преступной миграционной политики в России. У вас страны подобные сюжеты случались после 1991 года, периодически. И были прям целые волны. Но напряженность в обществе определенно растет. Борьба со скинхедами и так далее. Везде искали фашистов в каждой школе. То есть психопатология всегда присутствует. И в других странах мы помним, допустим, историю Брейвика, который расстрелял несколько сотен человек тоже под идеологическим соусом. Но это уже другое. Но вот эта тема с ипотекой. Я так шутливо подумал, что если хитрые люди русские объединятся, они же уедут в другие страны. И приедут, как иностранцы. И можно скупить теоретически все это. Но другое дело, что нет такой организованной силы, которая могла бы это провернуть. То есть русские могут захватить Россию извне. Сделают на правах иностранцев. То есть что-то подобное было, я читал при царях, когда один из прославленных полководцев на вопрос о государе, чем вас наградить, сказал, государь, сделайте меня немцем. Может быть, это традиция российской государственности такая? Ну, российская государственность всегда впитывала в себя разные культуры, разные народы. В том числе мы помним, что даже когда Петр Первый делал Российскую академию наук по образу и подобию, академии, которые были в Европе, он оттуда выписывал не только преподавателей, но в том числе и студентов. Потому что на русском языке в первое время в этой академии преподавать никто не мог. Но тем не менее, так появилась Русская академия наук, которая худо-бедно существует до сих пор. И, впрочем, надо похвастаться, что среди русских ученых есть Нобелевские лауреаты. И их было бы больше, если бы Нобелевский комитет не был бы политизированным. Поэтому это участь нашей страны, поскольку мы не Европа и не Азия, мы находимся на стыке разных культур. Правда мы не Европа и не Азия. Мы в себя впитываем элементы как европейской культуры, так и азиатской. И надо еще вспомнить этногенез народов. И все-таки получается, что тюрки, они произошли с Алтая, с той территории, которая сейчас находится, грубо говоря, почти что в центре России. И это тоже надо учитывать. То есть мы как плавильный котел разных культур, мы впитываем очень много друг от друга. И это идет на благо развития. Что касается, как сказал Роман, что идет замещающая миграция, в принципе, я с этим согласен, потому что надо понимать, что и замещающая миграция не сможет решить демографические проблемы. Почему? Потому что все идет в идеологию. То есть в представлениях о том, кто такой есть человек и как этот человек должен жить. У нас преобладает буржуазное в большинстве своем мировоззрение, мероощущение, особенно в данный момент у русских и у русских молодых, в том плане, что мне бы вот хорошо бы квартирку, мне бы хорошо бы домик, что дети – это в принципе обуза, надо пожить, начать для себя, надо сделать свою карьеру, а мы уж потом как-то сами будем рожать. И в большинстве своем люди из низшего общества, они заражены этой буржуазной идеологией, они хотят пожить не для государства, не для народа, а для себя. И в принципе мы видим, что этот конструкт именно европейский. И мы видим, что все городское население в большинстве своем, когда перешли стадию от сельского общества городскому, то люди стали меньше рожать. Меньше рожать в Европе, меньше рожать у нас. Грамола пошла с освобождения крестьян, как они тут потом в города уехали, рабочими стали, начитались искры и решили, значит, не жить больше на благо государя, а может коммунизм для себя построить. То же самое время мы наблюдаем, если в большинстве своем нижним по доходам класс не рожает детей, то люди довольно состоятельные, имеют достаточно большие семьи, по три, по четыре, по пять, шесть детей. И это говорит о том… Ниши тоже рожают. Рожают, рожают. По многу у нас недавно, вот Демушкин с Ивановым ездили в Тверскую, по-моему, область, и там они обнаружили семейство, живущие в бараке, в каком-то 11 детей. У них там терки из-за пособий происходят. Так, вопрос, я говорю, культуры, восприятия человека в этой культуре. Если вы заражены буржуазными ценностями, соответственно, у вас стимул к рождению детей немного. Если вы на других ценностях воспитаны, то да, у вас стимул рожать больше детей будет. То же самое касается и приезжих. Если приезжие приезжают к нам делать карьеру, ну, они тоже не особо много детей рожают. А те люди приезжают, которые на временные заработки, и семья у них основная находится там, те имеют достаточно большие семьи, они так вот, маятниковая миграция у них происходит. Нарожали, поехал, денег заработал, там воспитал, дети подросли, подучили русский язык, поехали зарабатывать уже сюда. В 50 лет отец, глава семейства, возвращает назад, начинает строить дом, открывает какой-то магазинчик, а дети его уже работают здесь и присылают помощь своим уже родителям. И это, говорю, вопрос культуры, это вопрос самоощущения человека. И если мы не переломим сознание, то мы ни в коем разе у нас не получится. Это знание заставит людей жить не для себя, правильно? И тогда все получится. Почему не для себя? Здесь вопрос в ценностях. Либо ты ставишь свою собственную жизнь превыше всего и говоришь, я вот должен насладиться всем, все посмотреть, все увидеть, а там уже разберусь, что к чему. Но при этом физически организм изнашивается, то есть репродуктивная способность у женщин, она так же, как у мужчин, со временем падает, организм изнашивается, стареет, накапливается множество генетических мутаций, и при рождении первого ребенка возникают большие риски. И если человек думает немножко о другом, о перспективе жить не здесь сейчас, а впереди, вот как, допустим, сельская община жила, она всегда думала, что мальчик в семье – это в первую очередь помощник. И таким образом они рожали больше детей. Ну, это… У них не было цели и задачи съездить куда-то на курорт, отдохнуть, купить машину. Ну, и в этом вопрос. Ясно, зачем завозят вот таких мигрантов, они не буржуазны. Они хотят жить не для себя, видимо, а русские буржуазны. Но у них представление о семье, скажем так, несколько отличается, чем у современной молодежи, у нашей. Ну, все-таки материя, на мой взгляд, первичная. Если верить тому, что говорит Владимир, получается, что, грубо говоря, русские завержены каким-то вирусом, который проник к нам, и этот вирус развратил нас и превратил, собственно, в народ упадка. Ну, не вирус, это образ жизни, и это идеология. Ну, вообще не согласен. Идеология государства. Нет, давайте спорить. Нет, нет. Давайте так. Взглянем на российские элиты. Вот вы говорите, богатые люди могут рожать, у них большие семьи. Когда у вас дом в тысячу квадратных метров, когда у вас есть прислуга, когда у вас есть много миллионный доход, который вы получаете с ренты, ну, что бы не родить. Детей вы всегда сможете с легкостью прокормить. Чопки Ромки Раба Абрамовичу, например, не построить большую семью, не завести небольшой гарем, если он может его содержать. Проблема современной России в том, что она безумно, безумно расслоена по уровню жизни. Грубо говоря, предложите современной молодежи не жить по принципу, да, дал бог зайку и даст делянку или там землянку или еще что-то в этом роде, а по принципу живи то, что имеешь и приумножай. Что имеет современный прикариат, проживающий в том числе в крупных городах России? А ничего, да, у этого прикариата есть съемное жилье в лучшем случае, непостоянный доход, который постоянно снижается на территории Российской Федерации. И есть начальство, которое занимается, простите меня, какой-то очень непонятной деятельностью, постоянно принуждая и намекая, что вот мы тебе по башке, если что, сегодня готовы будем так-то внушительно настучать. Как стучат? Стучат с помощью различного рода законов, налогов, ограничения пособий для местного населения, недоступного кредита. Грубо говоря, что в Москве купить нормальное жилье для размножения вот этих самых русских пролетариев и прикариата, что нужно делать-то? Ну, как минимум накопить миллионов так 12-15 на однушку или двушку в лучшем случае. В худшем случае, если вы не планируете размножаться, ну, студия в 20-27 квадратных метров за 7-8 миллионов нормально. Какой нормальный пролетарий, там, возраста примерно 20-25 лет, когда считается лучший период для, собственно, заведения семьи, сможет это себе позволить? А вот никакой, да? Ну, только отпрыски, там, предположим, вот этого высшего начальства. И получается, что, в принципе, внутри Российской Федерации не создаются условия для приумножения населения. А вот эти все истории про вирус, про заразу Запада или, там, вот этого буржуазной ценности, я в это во все не верю. Есть реальные основания. Городские цивилизации, в принципе, хуже размножаются, потому что скомканы. Вот это тесное пространство. Я с этого начал и показал о том, что городское население, оно априори не рожает. И это не взаимоисключающие ценности одно и второго. Здесь нет противоречия. Это совокупность фактов. Вы без одного и другого, ну, это было еще до Сергея Семеновича Собянина, потому что... Нет, Собянин был всегда, до него не было ничего. Сергей Семенович Собянин с речью выступает на одном из недавних форумах, буквально два-три дня назад, и говорит, друзья, вы глупы в нашем правительстве, обращаясь к российским чиновникам. Ну, что вы возитесь с этими деревнями и с малыми населенными пунктами, с небольшими городами? Надо население концентрировать в мегаполисах. Выше производительность труда, выше обслуживание. И, грубо говоря, эти ведь слова не только какого-нибудь маргинального Сергея Семеновича звучат, хотя он и явно не такой, а возглавляет довольно влиятельный клан внутри России. Такие слова недавно озвучивала инвестгруппа «Газпрома», а именно замдиректора этой организации, говоря, что, знаете, ну, как-то мы слишком много денег тратим на село, на русскую провинцию, а давайте вот, пожалуйста, Екатеринбург, Краснодар, Москва, Питер, может быть, и что дальше? Понимаете, проблема в том, что у нас существует пример элит, которые живут не по принципу самопожертвования во имя народа и во имя нации, а по принципу кайфа и удовольствия. И у нас есть, собственно, материальные основания, где вот это вот общество глубоко, еще раз повторюсь, городское не имеет просто материальных оснований для приумножения. Ребенок — это абуза, ребенок — это налоги, ребенок — это нагрузка от ювенальной юстиции, ребенок — это постоянные требования от государства. Более того, ну вот, в принципе, задумайтесь, задумайтесь. За последние годы Российская Федерация явно продемонстрировала в лице своих элит, что для них либо ключевое — это деньги, инвестиции и доходы, либо это, простите меня, достижение каких-то внешнеполитических целей. Сколько платят за участие в спецоперации и сколько платят за рожденного ребенка? Цифры будут отличаться значительно. Ну, я хочу тут немножечко поправить. Дело в том, что идея создания агломерации, она родилась не при Сергея Семеновича Собянина, а родилась... Это тезис, озвучиваемый современными элитами. Я поэтому предложу. Озвучиваемый, да, но тезис этот далеко не нов. И эти агломерации, они развивались на протяжении десятилетий до Сергея Семеновича. И цели и задачи такие были поставлены гораздо раньше. Как раз, когда мы собрались входить, что называется, в западный мир. Стучались туда и говорили, откройте, вот смотрите, мы такие же, мы хотим демократии, мы хотим развлекухи, мы хотим западной культуры, мы хотим, чтобы все точно так. Не, поводили за нос. Тут сам президент об этом говорит расстроенно, говорит, ну как же нас вот так вот опять обманули. Вот. Это мы все прекрасно видели и смотрели большие интервью, в том числе с господином Карлсоном, где Владимир Владимирович опять рассказывал очередную историю о том, какой запад нехороший и нас обманул. Да, это так, но я попрошу заметить, что это именно создание аггломерации, это политика государственная, это идеология, это идеология опять же связана с западными ценностями. И вот тут очень интересно, когда мы провозгласили традиционные ценности, очень интересно мне узнать, я до сих пор вот хочу, смотрю, что же это за такое традиционные ценности в представлении нашей элиты. Ведь это они и постулируют традиционные западные буржуазные ценности, то есть на уровне середины 50-х годов прошлого века. Пример. Ну, пример, мы же до сих пор продолжаем рядиться в рясы так называемой демократии. Как это не странно звучит, конечно, буржуазная ценность. А социал-демократия буржуазная ценность? Тоже буржуазная ценность. А коммунизм это буржуазная ценность? Это антибуржуазная ценность. Альтернатива демократии какая. И получается, мы видим из интервью Владимира Владимировича, говорит, что вот, как вот Песков, допустим, заявил, да, вот сейчас проходит большое мероприятие в Казани, участники БРИКС там собираются, и Песков, он что сказал? Он сказал, что мы ни в коем случае этот блок не антизападный, вот, он просто немножко другой, и все-таки подспудно на нашу власть, наша элита, говоря о том, что мы вот за традиционные ценности, она не имеет, ну, какое-то, скажем так, иное представление, которое имеют разные люди. Ведь традиционная ценность для православного человека одна, а для человека неверующего, там, она другая, для человека, который живет в городе, третья, для которого живет в деревне, четвертая, а у литого у нашей, соответственно, пятая. И что-то мне подсказывает по таким сигналам, что они остались такими же западными, только убрали оттуда вот эти вот гендерную пропаганду и все оставили. Какова альтернатива-то может быть? Вот западные, западные, а что нужно, восточные ценности? Или как? Нет, восточные ценности нам не подойдут, я уже говорил о том, что нам нужны евроазиатские ценности, евроазиатские. Потому что евроазийство – это конкретная идеология, а мы и есть русские, и европейцы, и азиаты все вместе. Поэтому, да, ценности нужны. Нужно вообще, когда мы говорим об альтернативе, нужно в первую очередь задавать вопрос, что в нашей системе ценностей будет стоять в центре. Я считаю, что в центре должен стоять государство и человек. Либо государство, либо человек. Скажем так, должен стоять человек, и из-за большой массы… А, один человек, который стоит в государство, это нормально. Он в короне должен быть. Нужно иметь четкое представление о том, кто такой человек, что такое человек вообще. Как его зовут, имя, фамилию, отчество. Я это уже второстепенно. И уже отталкиваясь от этого понимания, мы уже можем выстраивать какой-то новый конструкт и нанизывать на него соответствующие ценности. Вообще, в 2012 году, по-моему, Центр проблемного анализа и государственного регулирования, который возглавлял тогда Степан Степанович Сулакшин, выпустил большой шеститомник, который называется «Россия, по-моему, должна быть и должна быть всегда». И в этих шести томах они попытались сделать эту самую работу. То есть, они выбрали несколько цивилизаций, несколько культур, то есть, классический Запад, классические восточные культуры, и отдельно выстроили матрицу российскую. И на основании опросов, которые проводились в течение нескольких десятилетий разными социологическими организациями и были в доступном доступе, сделали определенную матрицу и посмотрели, провели ценностный анализ всех этих культур. И они таким образом попытались выделить то, чем Россия отличается от других культур, и насколько она близка вообще тем или иным культурам. И, исходя из этого анализа, получается, что западные ценности, классические, европейские, они нам оказались чужды. Перечислим какие? Чужды. Права человека. Да, права человека. Презумпция невиновности может быть. Могу, кстати, добавить. Права человека в том числе. Сулакшина знаю, по какой теме, потому что на факультете, которым я… Они не на агенте, я надеюсь. Нет, нет, нет. Хорошо. Оборот государственный такой жесткий. На факультете, которым я учился, он такое одно время у нас преподавал, ну как преподавал, по-моему, там лекции 5-6 прочитал, грубо говоря, и в том числе свой шестивотомник, как ссылку приводил. Это очень такой своеобразный ангажированный человек. До сих пор у меня перед глазами стоит аудитория, доска и Сулакшин рядом с ней. Сулакшин достает мел и пишет на нем «демократия», подчеркивает это слово, и ниже пишет «зло». Дальше он пишет «Россия» и что-то там про традиционное точно не могу привести, чтобы не врать. Добро. И дальше разбивались эти тезисы в таком духе. Вот есть Запад, он полностью декларирует зло, есть там условный Восток вместе с Россией, это любовь, добро и прочее. Имеется в виду, я вот что пытаюсь донести, что это такая ангажированная, ненаучная история, причем абсолютно ненаучная. Тогда даже вот студентам, по-моему, это был четвертый, пятый курс, нам казалось абсолютным безумием, что рисуется на этой самой доске. Я попрошу эту оговорочку сделать. Не надо путать мнение его как человека и мнение коллектива акторов, которых порядка сотни человек писал этот труд. Продолжаем разбирать этот случай. Вот хорошо, западные ценности, которые, это демократия, права человека, это индивидуализм. Там много, там индивидуализм, там труд, там есть и любовь, в том числе. О боже, комфортабельное жилье, наверное, высокая зарплата, может быть, да? Нет, нет, это вот оно. Может быть, даже профсоюзы, это тоже богомерзкие ценности. Ну хорошо, это предполагаемая российская, евроазиатская цивилизация отвергает. А вот противовес какой? Государство. А какое государство оно? Деспотическое? Федор, Федор, значит, смотрите. Или коллективистское? Мы сейчас так бежим по верхам, значит, нет утверждения, что это зло. Потому что надо понимать, что западные ценности, они хороши для одной соответствующей культуры, где они и превалируют. Советский Союз построен на каких ценностях? Не западных разве? Ну давайте так, марксизм. Вот, к сожалению, марксизм у нас понимался, скажем так, был развит очень сильный экономизм. И в том числе гуманитарную составляющую в трудах Карла Маркса наши ученые-марксисты исключали. А ведь у Маркса очень сильная гуманитарная составляющая, в том числе его философско-экономических рукописей, где он рассуждает об отчуждении. Потому что, да, можно сказать, что Советский Союз экономически построил индустриальную державу, но с точки зрения Маркса это в полной мере нельзя назвать коммунизмом. Почему? А потому что отчуждение продукта труда от рабочих в Советском Союзе все равно происходило. И наша гуманитарная наука такой феномен, как отчуждение, она фактически не изучала. И это до сих пор, об этом никто сейчас не говорит. И у нас, к сожалению, взяли именно вот эту вот экономическую составляющую Карла Маркса, а гуманитарную, так сказать, надстройку они взяли и ее фактически выкинули. И мы, к сожалению, наши марксисты не в полной мере понимали труды Маркса. А строили государство кто? Строили государство, мы знаем, 90% было крестьян, которые начали получать образование в советское время. Они строили Советский Союз не по Марксу, скажем так. Они прикрывались цитатами Маркса, которые можно было удобно где-то цитировать. Они строили свое государство, как Карамурза Сергей Георгиевич в своих трудах, в том числе советской цивилизации говорил, на основе своего крестьянского какого-то вот этого общинного коммунизма. Который Маркс только пытался понять и пытался изучить. Потому что мы же тоже знаем, что Карл Маркс в конце своих лет пытался освоить русский язык, для того, чтобы понять, что же такое за русская крестьянская община. Я подумал, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин, но это параллельной реальности. Другой западный же левый идеолог Прудон ставил тоже русскую общину в пример западным левым в тот момент, 19 век. Что да, то, о чем мы фантазируем, оказывается, уже было в истории совсем недавно нашей европейской цивилизации. Русские крестьяне строившие, они же надели европейский фасон платья, а не в халатах азиатских шли. Хотя вроде как и даже среднеазиатская интеллигенция, мы знаем, тоже принимала вот этот, говоря сегодняшним языком, западный стиль. Ну, рядились в европейские одежды. Нас заставил еще Петр Первый, упоминавшийся уже. А построили что-то свое. Мне кажется, вот это вот деление западное-незападное сегодня очень условно. В принципе, да, но проблема заключается в том, что всегда существует какая-то автохтонность. То есть, местные жители так или иначе влияют на политические практики, социальные и прочее. Но проблема здесь заключается в чем? В том, что через отрицание Запада на текущий момент времени отрицается любой путь модернизации. По сути, мы говорим, у нас есть либо некое изменение общества и трансформация его, ну, благодаря, там, техническим практикам, профессиональным практикам. Либо и у нас есть некий путь назад, грубо говоря. Даже в российском обществе эта дискуссия активно развивается, да. Давайте посмотрим. Недавняя дискуссия про хиджабы, да. Нам говорят, есть европейский путь, где женщина... В некоторых регионах Российской Федерации некоторые личности говорят, что женщина таковой не может быть. У нее есть определенная роль, это роль матери и женщины, которая должна рожать как можно больше детей. А если не захочет жить по такому пути, ее, собственно, принудят. Вопрос-то ключевой в чем? Я даже вот соглашусь с вами на, там, процентов 80-90, что, возможно, этот западный путь модернизации не лучше, но мы не создаем собственного. Мы вторично копируем чужие практики, заглядываем бесконечно кому-то в рот. Наши олигархи, наши чиновники и политики приезжают то в Лондон, то в Пекин, то в Дубай и говорят, а покажите нам, как нужно жить. И создается такое впечатление, что как будто мы ущербны, но это абсолютно не так. У нас есть сильные философские и научные школы, но мы их постоянно отвергаем. А вместо собственного развития получается так, что, ну, давайте взглянем в некое прошлое, в некие абстрактные традиционные ценности. Но их нету в российском обществе. Опять же, смотрим на российскую элиту. Вот эта зараза, которая типа идет в низшие слои, она идет от российских элит. Посмотрите на золотую молодежь, посмотрите на депутатов Государственной Думы, посмотрите на значительную часть крупного бизнеса. Они же все живут в кайф, в удовольствии. Кто из отпрысков крупных российских чиновников оказался в зоне специальной военной операции, выполнял там задачи и погиб? Мы не услышим такого. Услышим пару пиар-акций в духе там отпрыска, например, того же Пескова. И не более того. Общество видит это все. Я хочу обратить на то внимание, что часть депутатов, правда, муниципальных и региональных, все-таки сложила свои мандаты и ушла в зону СВО. И я слышал о представителях КПРФ и о некоторых представителях Единой России. То есть на уровне региональном, на уровне муниципальном это происходит. А это не компанищина такого рода? Я не считаю, что это компанищина. Это человек сделал свой выбор. Если человек готов рискнуть во имя там чего-то высшего, это на самом деле очень похвально. Но проблема в том, что они нам постоянно оттуда что-то верещают, говорят о традициях, о правильной норме бытия, при этом сами никогда так не живут. Посмотрите на любого крупного российского чиновника. Он будет ровно таким же условным вот этим прогнившим западником, как вы говорите. Но тогда проблема заключается не вот в этом антагонизме с Западом. Получается у нас некий антагонизм. Есть общество, которое хочет развиваться, меняться, возможно даже жить в неких своих традиционных нормативах, вот в этих самых. А есть элита, которая говорит, да, мы вам сказки сейчас повещаем. И быть может тогда вопрос не в той заразе, которая проникла в качестве вируса в российское общество, а в той элите, которая не является частью народа, а представляет из себя, знаете, такое новообразование, которое из этого самого народа сокеты и высасывает, прикрываясь традиционностью. Общество и государство. Опять же, если мы копнем немножко глубже и послушаем, что наша вот эта вот элита говорила, и посмотрим вообще, как распадался Советский Союз и как элита меняла свой образ жизни, мы, элита, точнее, не мы, а элита, она стремилась действительно на Запад, чтобы, как говорится, тусоваться красиво. И, в принципе, элита видела, как живет Запад, то есть она, ну, хотела, грубо говоря, вот этих, опять, мещанских, буржуазных ценностей. И если мы вспомним слова Германа Грефа, который один из людей, который создает парадигму развития, он говорил о чем? Что нам не нужен образованный народ, нам нужен квалифицированный потребитель. Для чего? Копируя западную модель, а мы видим, что западная модель, общество потребления, оно, как говорится, можно как сравнить, да, с курятником, где откармливают бройлеров и ведут их потом на убой. То же самое оно и делало со своим обществом, и мы на это равнялись. Потому что экономическая модель, опять же, Карл Маркс, да, писал про кризисы перепроизводства, и как западный мир от этих кризисов перепроизводства уходил. Да, он уже делал запланированное устаревание новой техники, и определенные циклы времени делал новый, 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 новый продукт, и общество потребления развивалось таким образом, чтобы оно постоянно новый продукт этот покупало, чтобы убрать этот кризис перепроизводства и побороться с экономическим кризисом. И тут возникает образ как раз этого квалифицированного, неквалифицированного потребителя, который вынужден благодаря маркетологам вестись на рекламу и иметь постоянный спрос на какие-то продукты, которые по большому счету ему навязываются сверху, а ему не нужны, глазки загорелись, увидел, зачесался, у одного есть, у другого есть, я тоже хочу. Через год раз модель устарела, надо бежать за новый. И мы в эту парадигму, когда смотрели, как хорошо живет Запад, тоже начали встраиваться. И отсюда именно слова Грефа, потому что, ну, действительно, если мы хотим жить хорошо, если мы хотим иметь вот такую какую-то вот эту самую роскошь, если мы хотим немножко вот жить такой мещанской жизнью, то надо эту экономическую модель, соответственно, перевозить сюда, а с этой моделью нам и нужно соответствующее общество под эту модель. И поэтому вот пошла реклама, бери от жизни все и все такое прочее. И мы вырастили уже не одно поколение вот таких людей, как вы говорите, зараженных вирусом буржуазных ценностей. Мы интерпретировали мои слова, да, про вирус. А вот коммунистический Китай, разве не в этой же парадигме сегодня развивается? Когда сам производят большинство этой техники мира. Значит, с коммунистическим Китаем это отдельная огромная тема для разговора. Я читал, что там в современном Китае самый большой рынок роскоши в мире. Ну, конечно, и мы увидим, что там под миллиард населения и агломерации, не чита нашей московской или питерской, когда там агломерации, там по 30, 40, по 50 миллионов человек проживает. И там раздолье для бизнеса. Там есть такие вещи, которые у нас мы навряд ли увидим, потому что у нас просто не хватит, как говорится, потребителей на этот продукт, на этот спрос. Вот. Поэтому чем больше народу, тем больше всяких разных инициатив. Тогда наши власти бы стимулировали наше динамическое воспроизводство, чтобы был рынок, действительно много потребителей, а мы видим, что это не совсем так. А это у нас, да, не работает. Это требует инвестиций. Так проблема Китая сейчас, которая будет в ближайшие 20 лет стоять, тем, что они перестали расти, в том числе и с точки зрения населения. Вот. Китай начинает население сокращаться. И первенство в ближайшее время будет за Индией. Потому что Индия уже полтора миллиарда человек. То есть она превысила Китай. И в отличие от Китая, у Индии сейчас есть низкооплачиваемая рабочая сила, которая живет в деревнях. А ведь все процессы модернизации, которые происходили, в том числе и в Советском Союзе, она, вся модернизация, именно была основа именно вот это крестьянское деревенское население. За счет его эксплуатации и переманивая в агломерации, создавая агломерации города, завода, предприятия, стимулировался экономический рост, создание новых продуктов. И, соответственно, повышался уровень жизни, в первую очередь, в городах. И Китай этот ресурс, он уже исчерпал. Поэтому Китай в ближайшее время, я думаю, столкнется, ну, в масштабах страны в ближайшее время, не год, не два, да, а в течение нескольких поколений, столкнется с большим кризисом, и в том числе и экономическим, из-за того, что он, ну, перестанет в ближайшее время расти, в том числе и размножаться как народ. Вот, и переносит будет переходить постепенно к Индии. Наверняка из-за того, что там сохраняется кастовая система общества. Да вот кризисы, ведь это жизненное явление, вся жизнь, это череда кризисов, преодолений. Маркс говорил, по-моему, о семилетних, да, этих циклах капиталистических кризисов, и у левых тогда была надежда, что социализм и коммунизм, в дальнейшем он обезопасит пролетариата, когда производитель сам материальных благ преодолеет отчуждение своего товара и денег, он будет планировать, как писал Ленин, учет и контроль, так, планировать хорошо, чтобы исключить кризисы. Австрийская экономическая школа, допустим, тот же Хаек, они это все опровергали своими выкладками. Не знаю, я не экономист, но, в принципе, даже анализируя любую человеческую жизнь, понимаем, что кризис, тот или иной кризис неизбежен. И вот Китай столкнется, еще Индия сталкивается, но происходит изменение мировоззрений. Или мы встречаем кризис, да, как неизбежный этап, и там не обвиняем правительство, значит, Путина или Байдена или кого-то еще в нем, а просто переживаем его. Либо случаются вещи, в том числе преступления, которые требуют определенной оценки. Вот как наше государство, на ваш взгляд, сейчас смотрит на все эти дела? Ну, государство как раз смотрит на кризис. Да, как некая неизбежность, которая будет повторяться раз за разом, а нам нужно преодолевать. Плюс, если посмотреть на высших российских чиновников, включая Путина, у них уже такой вот, ну, знаете, старость пришла, и смотришь на некие истории из прошлого с большим разочарованием. Да, вот жизнь, она полна горести, полна несчастья, полна этих кризисов. Но кризис это прекрасно, кризис это хорошо, это даже отлично. Почему? Потому что кризис это, по сути, болезнь, которая позволяет преобразиться обществу. Проходя через этот самый кризис, в обществе демонстрируются его слабые стороны, ошибки, допущенные ранее, проблемы, существующие здесь и сейчас, в рамках государственного управления, либо циклов воспроизводства этого самого общества. И в конечном счете, как и в дикой природе, как и в естественной жизни, проходя через этот кризис, ты становишься сильнее. То, что не умирает, оно укрепляется. И в государстве это должно быть ровно точно так же. Я, например, не считаю себя сторонником идеи условного римского клуба, который стоит на позициях, что любые кризисы нужно избегать и доходить до каких-то пределов приемлемого роста, ограничивая общество, государство, да и в целом цивилизацию в этих самых пределах. Напротив, мы должны стремиться к кризисам. Почему? Потому что в конечном счете они дают нам основания переходить на новые способы производства, на новые этапы развития и двигаться вперед. Но проблема в том, что мы их не должны тоже воспринимать чисто философски. Что значит философски? Вот взошла луна, ночь пройдет, настанет утро, будет вновь солнце. Так тоже не работает. Жизнь это в любом случае борьба. И то, что должно уступить место новому, оно должно уйти в прошлое. И здесь ровно точно так же. Любая неэффективность должна отрицаться самим обществом. А кризис это мера вещей, через которые мы можем все-таки понять, что эффективно, а что не очень. Но все-таки главная эта проблема, еще раз, на мой взгляд, не существует вот этого слома между Западом и Востоком, между общностью и индивидуальностью. Все-таки общество, они все развиваются по похожему принципу или похожему циклу. Рано или поздно, когда появляется более-менее высокий уровень жизни, когда человек становится более автономным с точки зрения средств производства, общинность всегда будет распадаться. Но это просто факт. Она распадалась в России, в Европе, в Китайской Народной Республике. Но в России ее разрушили. Ну, модернизация может быть сверху и снизу. Она бывает разная. У нас циклы чаще всего идут сверху. Но проблема в том, что на текущий цикл кризиса у нас нет ответа, кроме отрицания моделей, собственно, модернизации, которые идут со стороны коллективного Запада. Они глубоко кризисные, они очень тяжелые, эти модели модернизации. Может, их и вообще не существует. Но, еще раз повторюсь, своего собственного ответа нет. Нет. Единственный ответ, который вдруг появляется у этих самых разочаровавшихся во внешнем мире элит, которые не смогли стать той самой западной аристократией, это давайте пойдем на восток. Но ведь на востоке они же не ищут альтернативы по-хорошему. Вот давайте приедет русский, ну или ладно, российский депутат куда-нибудь в сторону Дубая. Ну что он там найдет? Арабскую общину и культуру, будет посвящаться в местные обряды. Да черт вас, два он заберется на самый высокий небоскреб, наберет себе ванну из шампанского, будет в ней купаться и пригласит себе моделей. Так отдыхает русская аристократия сейчас. Хотя, опять же, условно ее русской приходится называть. И условно аристократией. И условно, естественно, аристократией. Генеральная проблема в том, что российское общество погрязло в полу позиции. Грубо говоря, те, кто должны нас вести вперед, устали, им надоело, они не хотят. Общество это тоже чувствует. Ну, грубо говоря, какого великого вождя вы сегодня видите в России, за которого, за идеей которого готовы умереть, пожертвовать собой, своими детьми и своим будущим? Да нету такого. Ну, значит, получается, я должен жить для себя. Или нет, я должен жить для удовольствия вот того самого депутата из Единой России, чтобы он съехал в Дубай и там с женщинами пониженной социальной ответственности провел вечер. Да чертов с два, тогда уж я буду жить для своего удовольствия. Хочу большую квартиру, хочу большой дом, чтобы у меня жили прекрасные ухоженные дети в этом доме. Не хочу становиться определенной идеологической жертвой во имя вот этого всего, что из себя не представляет истинной ценности. Я говорю не про идеологию, я говорю про конкретных людей. Прямо как по Чехову. Описали мещанство 21 века. Так оно и есть. Ну, что касается вашего тезиса и вопроса по поводу кризиса. Если мне не изменяет память, то с греческого кризис означает как некий переходный период. То есть, такой перекресток от одной позиции к другой. То есть, кризис, с одной стороны, это возможность для того, чтобы, как говорится, либо совсем уж прекратить свое существование, если мы говорим о государстве как таковом. Либо действительно, я человек, я любую другую вещь. Либо перейти на качественный иной уровень. И в этом отношении, в принципе, для России кризис это всегда, с одной стороны, это выход, возможность выход на новый какой-то уровень, осуществление рывок, либо, к сожалению, прекращение ее существования. Потому что мы видим в истории России несколько таких кризисов. То есть, первый кризис, это, можно сказать, смутное время, когда государство на своем пике фактически прекратило свое существование. И следующий такой большой кризис, это февральская революция 1917 года, когда опять же наше государство, вместо того, чтобы реализовать новую политику, оно фактически просто развалилось. Потом большевики сумели прийти к власти и реализовать эту самую возможность с большими, конечно, издержками, но построили, прошу заметить, второе государство в мире. Другое уже государство. Другое, но они использовали именно этот самый кризис. Они сделали пересборку на новых основаниях страны. И здесь мы должны то же самое учитывать, либо быть, грубо говоря, Иваном Третьим или Петром Первым, или Владимиром Ильичом Лениным, который должен сделать эту самую пересборку, дать новый вектор развития на основе новых технологий. Владимир может быть только Владимиром Глотовым. И пересобрать страну. Но, к сожалению, да, действительно, я готов согласиться с Романом. Мы находимся на каком-то вот таком распутье, и мы не можем выбрать путь. Мы не можем, точнее, на наши лидеры не могут сформировать именно вот этот вот вектор развития страны, что мы хотим в итоге построить. Если нам не нравится это, если нам не нравится то, а что нам действительно нравится, что нам нужно, что воодушевит масса, на основании чего мы будем делать рывок. Владимир Ильич Ленин это понимал и воплотил это самое в знаменитый лозунг, да, что такое советская власть, там, это электрификация всей страны, то есть это в том числе и образование. Он не думал, что он пересобирает Россию. Он думал о других совсем вещах. Он создал новое государство. Они создали на руинах старой цивилизации прообраз нового будущего. Новый, конечно, конечно. Новый мир, да, как в песне «Интернационал», а что-то разрушил. И гимн, да, как коммунистов. И «Интернационал» был гимном Советского Союза. В том, что большевики пересобрали страну, это начали говорить семномеховцы, кстати, да, по-вашему, буржуазные устрялов. Первый национал-большевик тоже писал про леле дел. И сегодня вот что мешает власти, ведь, как говорил Христос, в Царство Небесное ведет узкая тропа. Вот перед нами узкая тропа. А они с таким багажом историческим, тысячелетним, с таким рюкзаком туда идут. Не пройдешь. Трудно им, труднее, чем богатому войти в Царствие Божие. Я думаю, что проблема неисторического багажа. Потому что если мы посмотрим на Китай, у него уж исторический багаж несколько больше, чем у России. Еще в китайской историографии есть сомнения. Но не будем про Китай. Мы про Россию. Большевиков получилось, потому что они не имели никакого этого груза за спиной. Они налегке между Сциллой и Харибдой прошли и создали государство нового типа. А если, вот представьте, вы, допустим, имеете обветшалый старый дом. Вы все время его подлатываете. У вас философия консерватизма, сохранение. Сохранить избушку. Здесь жили 100 тысяч наших поколений. А все сыпется. Если не убрать эту конструкцию, то она похоронит вас, в первую очередь, когда-нибудь. Или там потомков. Вот можно возродить здесь нормальную жизнь, общинную пускай, только заменив конструкцию. Так происходит новое государство. Я еще раз говорю, эта дорожка и багаж нам нисколько не мешают. Как не мешало, в том числе и Китаю, в том числе и Европе. Мешает узкость и отсутствие широкого взгляда в будущее нашей элиты. Нету людей, которые могут смотреть вдаль и могут смотреть широко. Ведь возьмем Владимира Ильича Ленина, как ближайший пример. Он видел, что без образования, без современной, скажем так, индустриализации современных технологий, Россия просто не будет существовать. Поэтому он, пожалуйста, вот оно массовое образование, вот, пожалуйста, вам рывок на базе плана Гойл-Ро. То есть он увидел в современных электротехнических технологиях будущее, на основании которого можно расти и развиваться. Соответственно, где у нас государственный муж, который увидит вот эту вот самую перспективу? Хорошо сказали, Ленин как ближайший пример. Да, в этом, наверное, проблема. Да, потому что Сталин, в принципе, он воплощал идеи Ленина в жизни. У него уже был некий план, которого он придерживался и двигался вперед. Соответственно, здесь мы должны посмотреть и сделать акцент, а какие технологии помогут нас в это новое будущее перебросить, перевести. Понятно, энергетика, она нужна, она никуда не денется. Но какая это будет энергетика? Мы наблюдаем, что Европа говорит о возобновляемой энергетике. Мы на своей стране делаем ставку на ядерную энергетику. Но кто-то в Соединенных Штатах делает ставку на термояд. Это первый аспект. Мы понимаем, что без энергетики у нас никакого производства работать не будет. Дальше. Быть может, надо сделать ставку на биотехнологии и все, что с этим связано. Быть может, мы должны те умы, которые у нас есть в Российской Академии Наук, продлить, поскольку новых мы сделать не можем. Плюстить в банке специально. То есть, опять касается вопроса передачи знаний и образований. То есть, сейчас опять идет какая-то такая жалкая дискуссия о том, какое должно быть образование, отменять баллонскую систему, вернуться к старому. Но Академия Наука Российская, это 300 с лишним лет. Мне кажется, надо отринуть и вот эту вот старую академическую школу, которые из академиков делают других академиков, которые сидят в кабинете и продвинуться не могут. И сделали свою какую-то обособленную иерархию. И в том числе и баллонская система. Нам тоже она не нужна, которая по большому счету калечит молодых людей. То есть, понятно, что нам нужно большое университетское образование, фундаментальное. Потому что фундаментальная наука, она смотрит на столетия вперед и закладывает основу новых технологий, которые будут через 30, 40, 50 лет. Если мы не можем увидеть технологии, которые будут через 10 лет, так давайте тогда развивать фундаментальную науку. У нас что-то появится через 50 лет. У нас будет база, на основе которой мы это можем развивать. Но опять же, нет такого у нас государственного мужа, который задается этим вопросом и сказал, ребят, я знаю, пойдемте вот так вот. Вот это нам не нужно, вот это нам отрезать. Давайте делать так. И у нас все по всех сферах так говорится. Получается так прямо угадать, что вот это мы будем развивать и 100% получится. Об этом все же тоже в развитии познаешься. Конечно, конечно, конечно. Мы, может быть, и 100%, но 20% может быть. Нужно просто идти вперед тотально во всех возможных отношениях. Я вот сторонник такого, лучше делать то, что должно и будь, что будет. Лучше делать все, чем ничего. Да, все правильно. Красный лозунг. Если ты ничего не будешь делать, у тебя точно ничего не получится. Но если будешь и пытаться что-то, быть может, что-то у тебя и выйдет. Но если ты ничего не делаешь, ну о каких перспективах можно говорить? Стратегия множественных инвестиций, да? То есть везде выделяем и в итоге получаем результат. Нет, везде не надо. Да, опять же, я говорю, вот привел пример просто с наукой. Да, вот есть мое мнение. Я считаю, что нужно вкладываться в фундаментальную науку и посмотреть, что есть поблизости, какие есть заделы здесь и сейчас. Вот, допустим, биотехнология. Задел есть? Есть. Естественно, туда надо вкладываться. Состояние науки печальное. Слишком большой конференцией коррупции, кумовства и прочего. В том числе. Поэтому я говорю, и старую школу нужно перетрясти, и та баланская система, которая есть, явно не оправдала возложенных на нее надежд. Нужна культурная революция по типу МАО. В какой-то степени возможно. Главная проблема, наверное, все-таки в сказанных вами словах заключается в том, что мы смотрим, что человека нету, да, который мог бы все это изменить. Но на самом деле они просто не хотят, те, кто имеются. Давайте вспомним двух или, по-моему, четырехлетней давности одну из речей Путина на Валдае, где он, точнее, речь в Сочи, но валдайская была, где он говорил, что в России есть идеология национальная, и она называется умеренный консерватизм. Что это означает? Да, что мы стоим на месте, нас устраивает этот момент, говорит элита, и больше двигаться нам никуда не нужно. Здесь, сейчас хорошо. И на самом деле, вот тогда не особо к его словам прислушались, но это так и есть. Большую часть российской вот этой псевдоаристократии устраивает текущий момент бытия и жизни. Они наслаждаются, все, им больше ничего не нужно. Да и взгляните на принятый вот к 25-му году бюджет. Что за бюджет? Это бюджет развития? Да ладно вам. Образование в минус, поддержка высшей системы образования, в минус, поддержка медицины в минус, акценты делаются либо на каких-то бизнес-группах, которые получают доп. финансирование, либо на специальной военной операции. Понятное дело, что добиваться целей там каких-то, наверное, и нужно, но задача заключается в том, что общество должно же развиваться в конечном счете. Пока ты стоишь на месте, другие идут, идут далеко. И мы проигрываем эту конкуренцию. Уже стало понятно с 22-го года, что Российская Федерация, это лично, на мой взгляд, нуждается в глубокой модернизации. Причем это не технологическая модернизация, это модернизация общества. Не совершим ее, к сожалению, потом наступят тяжелые времена, где придется совершить уже через акт героизма. Вот к этому мы, к сожалению, и идем. А сказать что-то этой элите не можем. Кто-то боится, кто-то желает, наверное, не качать лодку, потому что очередную крысу стошнит. Но проблема заключается в том, что если мы не скажем и не попробуем изменить, то в будущем у нас сама история принудит. Это всегда так происходило. И вопрос в том, действуем сами или через принуждение. Ну и мотивация создать себе хорошие условия для жизни, наверное, не самая плохая тоже. Одна из лучших. Если все руководствуются идеей создать себе хорошую жизнь, жизнь получается хорошей. Разве не так? А хорошо жить лучше, чем плохо жить. Западная, наверное, ценность, да? Ну, а некоторые считают, что хорошо жить нужно за счет других. А вот это... Да, как мы вспомним старую гайдаевскую комедию, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. На самом деле, на примерах практически всех стран видно, что если какой-то класс или определенный круг в обществе, властный круг принимает решение жить хорошо за счет других, то есть паразитирует, он достаточно быстро вырождается в биологическом смысле. То есть здесь они исчезают потом, потому что у них, естественно, двор прекращается. Так что не советуем никому паразитировать на нас. Спасибо. Друзья, Роман Романов, автор телеграм-канала «Шестой день», Владимир Глотов, секретарь горкома Красногорского, Красногорского горкома КПРФ и депутат Красногорского же Совета депутатов были в программе «Аврора на линии». Вел передачу политический обзреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках, ссылки в описании к видео, там же кнопка «Помощь Авроре», это всегда актуально. И читайте телеграм-канал «Аврора», там открытые комментарии, живая дискуссия и много всего интересного. Мир вам! Если вы подписаны на «Аврору», значит вы и есть сопротивление.